МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Пришли два новых пылесоса немецких, последней модели". Плановая весенняя уборка Челябинска продолжается. Несмотря на инфекцию, рабочие на новой спецтехнике выходят на улицы города. В чем ее преимущество, расскажу я, Леонид Племенчук. Аншлаг кричит о том, что здесь движение запрещено. Рейд по шашлычникам, общероссийский народный фронт. Вместе с лесниками вышли в Челябинский городской бор искать нарушителей. Сколько штрафов выписали и кого поймали, расскажу я, Владислав Шухров. Никто не забыт, ничто не забыто. Московские поисковики ищут родственников павшего в годы войны южноуральского солдата, останки которого нашли в Смоленской области. Все подробности в нашем выпуске. В прямом эфире на ОТВ «Время новостей». С вами не из студии, а из дома. Данил Вачагжан, сортоперевод Екатерины Котовой. Здравствуйте. На экране вы видите, как соблюдается режим самоизоляции в регионе. Видео с улиц городов предоставлено компанией «Интерсвязь». Карантин из-за вспышки коронавируса в Златоусте пока вводить не будут. Первый замгубернатор Ирина Гехт сейчас работает в городе. Она контролирует процесс подавления распространения вируса и принимает участие в разработке плана окончательных мероприятий по локализации очага заражения. Его завершат уже завтра. Ирина Гехт провела расширенное заседание с представителями здравоохранения, спасателями, полицейскими, чиновниками мэрии Златоуста. Обсуждают то, как сейчас оказывать помощь пациентам без COVID-19. Для подкрепления приехали специалисты из Челябинска. Поликлиники работают в штатном режиме. А те, кто находится в больницах, переводят в медучреждения кусы, садки и мясо. Варшифтизированы пациенты из отделений терапии, хирургии, неврологии. В онкологические пациенты это города Мяс, Челябинск, Кусан. Работают и над локализацией очага коронавируса в первой городской больнице Златоуста. В городе сейчас введены дополнительные меры по замедлению распространения COVID-19. Начали дезинфицировать дворы и дороги. А также проводят разъяснительные беседы с местными жителями о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Ситуация в Златоусте находится на контроле Алексея Текслера. Особое внимание ей сегодня уделили и на брифинге главы региона с журналистами. На связь из города оружейников вышли первый зам Ирина Гехт и глава города Максим Пекарский. Кстати, он отметил, что сейчас введение карантина в Златоусте не нужно. В ответ губернатор отметил, такую возможность рассматривают, если она понадобится. Рассказал Алексей Текслер и о том, как выпускники вузов будут защищать дипломы, а также о введении масочного режима в помещениях, например, в магазинах. Забраны тесты у 317 человек. Сегодня здесь уже с утра работают 5 бригад из Садки. 4 бригады Златоуста и 7 бригад из Челябинска. Еще 314 проб будут взяты за сегодня. И это будет уже второй круг контактов, который мы полномасштабно обследуем. И на основании уже этих результатов можно будет судить об окончательной купировании очага. Кроме того, уже те врачи, которые были в контакте с главным врачом, завтра выходят на работу. Прошло 2 недели с момента их первого контакта. И, в принципе, больница начнет постепенно наполняться врачами. Завтра сюда приедет 100 комплектов для скорой медицинской помощи. И будем держать этот запас на уровне той потребности, которая сегодня необходима. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, все необходимые мероприятия были проведены, Алексей Леонидович. И надеемся, что нам удалось купировать этот очаг, поскольку прирост заболевших пошел на спад. Наша готовность к любому сценарию дает возможность думать о новом этапе. Мы постепенно начнем готовиться к частичному облегчению ограничений. Обязательным условием будет масочный режим, соблюдение перечня санитарно-эпидемиологических правил для предприятий, объектов торговли, общественного питания. Сейчас, исходя из обстановки, мы продумываем, как регион встретит и проведет майские праздники. Что же касается защиты дипломов, сдачи государственных экзаменов вузов, там, где специфика позволяет, то есть решения, в том числе Минобра страны, о возможности сдачи государственных экзаменов и в дистанционном формате. Правда, это касается только тех случаев, когда это действительно возможно. Часть тестирования проводится, что называется, с демонстрацией, скажем так, навыков студентов. Мы рассматриваем обязательное введение масочного режима, в первую очередь, для закрытых помещений при скоплении людей. В частности, речь идет о магазинах, МФЦ, любых других общественных пространств аналогичных. Как я уже сказал, мы должны привыкнуть к новым правилам поведения и масочный режим, когда есть риск передачи инфекции, безусловно, нужен. Анализы всех туристов из Турции отрицательны. Это хорошие новости. И надо сказать, что из всех тех, кто у нас до этого прибыл в обсерваторы, у нас пока тоже нет ни одного положительного случая. Так что мы принимаем всех наших туристов, максимально содействуем через федеральный штаб их прибытию в регион. В Усть-Катаве на карантин закрыты два отделения больницы. У одной из пациентов обнаружен коронавирус. Женщина была на лечении в терапевтическом отделении с 10 по 17 апреля. После ее отправили на томографию в МИАС. Там же ей сделали тест на COVID-19. Результат оказался положительным. У всех врачей и пациентов терапевтического отделения тут же взяли анализ на коронавирус. Сейчас из больницы никого не выписывают и не выпускают. Посетителям также вход запрещен. Плюс еще маленький нюанс у этой женщины, дочери, работе в нашем революционном отделении. И естественно реанимация тоже попала под это дело. У сотрудников также были взяты анализы. В субботу их увезли. Приличное количество. В реанимации сейчас находятся три пациента. В терапии 45. Также составляются списки тех, кто уже успел выписаться, но проходил лечение вместе с зараженной больной. В поликлиниках остановлены все плановые приемы. Остаются только участковые педиатры и терапевты. Для экстренных больных медсанчасть подготовила палату в хирургическом отделении. Их пациенты не будут пересекаться с людьми, закрытыми на карантин. Все консультации с заведующей терапевтическим отделением будут проходить по телефону. Также во взрослых поликлиниках для экстренных случаев остаются зубные врачи. Без масок вход в больницу сейчас запрещен. Руки всем обрабатывают на входе. Сейчас в Усть-Катаве два подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Первый был привезен из Златоустовской больницы. Из-за угрозы распространения коронавируса в родительский день кладбища Челябинска, как и во всем регионе, будут закрыты для посещения. Отдать дань памяти усопшим родственникам рекомендуют дома. Погосты уже патрулируют полицейские, а также на местах работают дезинфекторы. Муниципальным казенным учреждением службы городских кладбищ организовано дежурство на всех кладбищах с целью информирования населения о действии режима самоизоляции и запрете посещения. За исключением случаев погребения. Такой же режим сохранится и на родительский день. Родительский день в этом году выпадает на вторник, 28 апреля. По традиции православные идут на кладбище наводить порядок на могилах родственников. Но из-за пандемии коронавируса власти решили перекрыть входы на все погосты города. Объявили на аппаратном совещании и об отключении отопления. Батареи в домах челябинцев должны остыть в пятнице, но при условии, если среднесуточная температура будет не меньше 8 градусов выше нуля в течение пяти дней. С учетом того, что вчерашняя средняя температура уже составила плюс 14 градусов, поэтому со вчерашнего дня мы этот отсчет начинаем. И прогноз достаточно благоприятный сейчас на неделю. Кроме того, летом начнется ремонт подземных переходов в центре Челябинска. Поэтому арендаторов торговых павильонов власти уведомили о переезде до 1 мая. Но не все предприниматели смогли уложиться в поставленные сроки, поэтому администрация продлила срок до 27 мая. Верующих не пустят в храмы во время богослужений. Церкви частично закроют для прихожан. Об этом заявила Челябинская епархия. Ограничения начнут действовать со среды. Богослужения в храмах будут совершаться. В присутствии только священнослужителей. Для верующих мы организуем трансляции в сети интернет. Но между службами, безусловно, люди, конечно, могут прийти. Единственное, у нас огромная просьба, чтобы не собиралось много людей, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, чтобы они защищали себя масками. Во всех храмах проводят дезинфекцию. Обрабатывают иконы, стены. Верующих также просят, приходя в церковь, не прикладываться к святыням. Коронавирус не должен стать помехой для уборки улиц. В Челябинске она продолжается. В городе работают как дворники, так и спецтехника. Десятки машин очищают дороги и тротуары от пыли и листвы. Кроме того, в город поступили немецкие пылесосы для уборки. Подробнее расскажет Леонид Тременчук. Несмотря на распространение коронавируса, в Челябинске проходит плановая весенняя уборка. В городе работает больше ста единиц техники. Это поливомоечные машины и пылесосы. Конкретно сейчас идет мытье улиц по Свердловскому проспекту. Ежесуточно у нас работает порядка 55-60 человек. Это, что касаемо дорожных рабочих, порядка 25 механизаторов. Конечно, в первую очередь мы выбираем центральный район. Непосредственно, ну, в общем-то, с приходом новой техники этот темп увеличится у нас, да, и, соответственно, к 1 мая мы должны успеть как центральный, так и советский район выбрать привести надлежащее состояние. Также подрядчик центрального и советского районов за свой счет купил два немецких пылесоса для уборки проезжей части. По словам специалистов, каждая из машин втрое эффективнее старых моделей. То есть, как простой пример, да, вчера, как только их получили, сразу проехали, поработали по проспекту Ленина, где до этого работали предыдущие машины, предыдущие модели этих пылесосов. И 18 кубов пыли и грязи удалось собрать. То есть, вот насколько она более эффективна. Это с одной только улицы. Кроме того, губернатор на совещании с главами городов дал разрешение на проведение субботников с обязательным соблюдением социальной дистанции между горожанами. Никакой коронавирус повлиять на чистоту наших городов не должен. Считаю, что можно начать организованные субботники. Предприятия работают во многих муниципалитетах. Естественно, люди должны быть в масках, они должны быть рассосредоточены на улицах. Но, тем не менее, предприятие, я считаю, подключать к этой работе можно, но правильно и организовано. Плановая весенняя уборка города началась в первых числах апреля. Основная часть работ продлится до 1 мая. Леонид Томенчук, Дмитрий Абрахин, ОТВ Почти на 30 тысяч рублей оштрафовали челябинцев, которые посещали на выходных городской Бор. Сотрудники особо охраняемых природных территорий совместно с Общероссийским народным фронтом провели рейд по карьерам и Бору. За что выписывали штрафы, знает Владислав Чухров. Аншлаг вичем, потому что здесь движение запрещено. Но ни запрещающие знаки, ни информационные аншлаги водителям не помеха. Не пугают челябинцев и люди в форме. На глазах у лесников и сотрудников особо охраняемых природных территорий автолюбители нарушают режим въезда в городской Бор. Это памятник природы, и машинам там не место. Вот вы только что напали на штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. За то, что вы проехали несколько метров по территории Челябинского городского города. В рейд по карьерам и городскому Бору вышли лесники, полицейские и активисты ОНФ. Увиденное приводит в шок. Машины по территории памятника природы ездят словно по автомагистрали. Нарушителей фотографируют и информируют о штрафах. За год фиксируются порядка сотни нарушений. Сегодня мы зафиксировали 6, потому что сегодня выходной день. И в принципе люди, скажем так, активно нарушают режим самоизоляции. Поэтому у нас получилось, что мы за короткий период столько машин зафиксировали. Ищут участники рейда и так называемых мангальщиков. Сейчас пожароопасный период и разводить костры запрещено. За несколько часов полицейские и лесники прошли по парку Гагарина, берегам студенческого карьера и шершней. Но любители шашлыка так и не обнаружили. Правда, в некоторых местах есть следы недавно потушенного огня. Кроме того, в Бору много велосипедистов, пенсионеров и родителей с грудничками. Им еще раз напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Мы провели беседы. По сути, конечно, тяжело законно их ограничить в этом передвижении. Просто как бы, ну, внушаем, как-то пытаемся объяснить. Кстати, многие понимают. На замечания горожане реагируют адекватно, в споры не вступают. Кстати, за нарушение режима самоизоляции может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Владислав Чухров, Дмитрий Абрахин, ОТВ. Сейчас короткая реклама, сразу после. Смотрите в нашем выпуске. Все пожары, и лесные, и ландшафтные, 99% – это человеческий фактор. Пожароопасный сезон в Челябинской области. С начала года сгорело больше 2000 гектаров земли. Кто и как ведет борьбу с пожарами в лесу, расскажу я, Владислав Чухров. Никто не забыт, ничто не забыто. Московские поисковики ищут родственников павшего в годы войны южноуральского солдата, останки которого нашли в Смоленской области. Все подробности в нашем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Достаточно недавно я вернулся с Байконура, и сейчас нахожусь дома на самоизоляции. И прошу поддержать меня и тоже оставаться на самоизоляции. Это будет достаточно полезно для здоровья нашего общества. И мы с медиахолдингом ОТВ запустили челлендж «Я в домике». Выкладывайте тоже видео с самоизоляцией и с хэштегом «Я в домике». Никита, извини, пожалуйста, но просто папа до сих пор с работы не вернулся, и телефон недоступен. Я просто не знаю, что делать. Да ничего не делать. Ждать. Бросил он ее. Что вам непонятно? Бросил. А машину оставил у дома любовницы, где и провел всю ночь. Я ушел от Лен. Надо как следует подумать. Уже подумал. Седина в бороду, без в ребро, что ли? Ну, вроде того. Она святая, если хочешь знать. А ты баран. Ай, все мужчины одинаковые. Это только в лесу спелая ягодка вкуснее. Развод. Смотрите с понедельника по четверг в 12.00 на ОТВ. В эфире снова время новостей. В Кусе засыпали брешь в плотине. Уровень воды снизился почти на полтора метра. Дыру заделали бетонными блоками. Их понадобилось более ста штук. В конце прошлой недели вода в реке поднялась почти на 40 сантиметров. Талые воды размыли грунт рядом с дамбой. Возникла угроза затопления 22 домов. Все эти дни сотрудники МЧС и подрядчик, которые проводят реконструкцию плотины, проводили восстановительные работы. Воду удалось остановить с помощью бетонных блоков. Нам удалось за несколько дней, то есть это пятница, это суббота, это воскресенье, полностью ликвидировать размыв. Участвовал и подрядчик, участвовали и другие местные подрядчики. Засыпали промоину бетонными блоками и потом уже скальным грунтом. Дамбу засыпали также щебнем и землей. Понадобилось несколько десятков машин. На место ЧП привезли спецтехнику, экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и передвижной кран. Специалисты в круглосуточном режиме отслеживают динамику уровня воды в пруду. Пожароопасный сезон. За выходные в регионе произошло 22 лесных пожара. А всего с начала года огонь повредил уже больше 2000 гектаров земли. Для сравнения, это территория двух парков Гагарина. Ежедневно сотрудники МЧС выезжают на десятки очагов. Какие силы бросают на борьбу с огнем, знает Владислав Чукров. Полосу прокладывали, начали привязку от федеральной трассы и пошли по направлению против ветра. Эта так называемая минполоса и спасла лес от выгорания. Неделю назад от маленького очага здесь разгорелся крупный пожар. Лесники первыми бросились на борьбу с огнем. Площадь окончания ликвидации и локализации лесного пожара составила на площади 132 гектара. Здесь было привлечено с нашей стороны два трактора МТЗ-80, две пожарных машины. Для тушения только лесники привлекли 15 человек. Им помогали и сотрудники МЧС. Если бы пожар не остановили, могли сгореть здания и даже погибнуть люди. Здесь проходит федеральная трасса и всегда оживленное движение, но несмотря на это, огонь с той стороны дороги перешел на эту. А здесь буквально рукой подать до производственных помещений и через 500 метров находится дом престарелых. Лесники пять часов боролись с огнем и с трудом, но им удалось его потушить. Сейчас лесники воспроизводят тот пожар, чтобы отработать навыки по локализации возгораний. На место прибывает трактор, он спахивает минполосу. За ним идут два огнеборца, поливают край полосы водой. Тушение пожара – работа командная. Сюда же приезжает пожарный расчет. Но их силы не понадобились. Лесники успели сами локализовать очаг. Но так бывает не всегда. При сильном ветре скорость распространения огня увеличивается в разы. Погода лишь помогает огню разгораться. Все пожары, и лесные, и ландшафтные, 99% – это человеческий фактор. Либо это оставили костер, либо это окурок, либо что-то бросили из-за зажженного. И второе – это самое основное – это приходы с земельных категорий. Сжигаются поля, пожневые остатки. Чаще всего в регионе пожары происходят в Сосновском, Красноармейском районах и в Копейске. В день на пульт МЧС поступает до 20 сигналов. По состоянию на сегодняшний день у нас зарегистрировано 92 очага пожара. Огнем пройдена площадь порядка 2000 гектаров. Ну, это примерно на уровне среднемноголетних и на уровне прошлого года. Сейчас на территории Копейска и Красноармейского района действует особый противопожарный режим. Открытый огонь под запретом. И такой же ведут в остальных муниципалитетах вплоть до 31 мая. Владислав Чухров, Евгений Молчанов, ОТВ. К пожарам подготовились и в Копейске. В городе проложили 85 километров заградительной полосы, чтобы защитить леса и жилые дома от возможного возгорания сухой травы. Ширина от такого перекопанного участка около трех метров. Минерализованные полосы – один из самых действенных и доступных способов защиты от огня. Вспаханная земля останавливает уже распространившееся пламя и не позволяет близко подойти к лесу и деревянным строениям. В планах перекопать такие участки по всему Копейскому городскому округу. Осталось нам еще Калачево, Старокамышец, поселок Октябрьский, Вакрушево, Козырево, Северный. Антипожарная технология показала положительные результаты еще в прошлом году. В 2020-м такой способ стал необходимостью. Сейчас количество возгораний резко увеличивается. На 13 апреля у нас в Копейске было зафиксировано 188 пожаров. Аналогичный период прошлого года – 135 пожаров. Анализ показывает, что у нас в этом году превышение на 40%. С опасностью возгорания уже столкнулись жители Миаса. В лесу возле дачного поселка загорелась сухая трава, причем огонь появился сразу в нескольких местах. Сильный ветер только усложнил работу пожарных. Боевые расчеты 16-й и 47-й пожарных частей ликвидировали возгорание сухой растительности в лесном массиве на территории городских лесов Миасского городского округа. Что послужило причиной происшествия, устанавливают специалисты. В садовых товариществах Миаса с начала сезона уже произошло 4 пожара и столько же на прилегающих территориях. МЧС предупреждает южноуральцев, не стоит сжигать сухую траву. Листья и ветки лучше укладывать в заранее подготовленные компостные ямы. Впоследствии это станет хорошим удобрением для почвы. Московские поисковики ищут родственников павшего в годы войны южноуральского солдата, уроженца Сосновского района. Останки рядового Николая Двоеглазова нашли в Смоленской области еще в 2013 году, однако родных солдат отыскать до сих пор не удалось. Больше 70 лет боец считался без вести пропавшим. Останки Николая Федоровича Двоеглазова поисковики нашли в деревне Гурьево, это в Смоленской области. Там мужчина был убит в 1941 году во время боя. Понять, чьи останки удалось по медальону, который больше 70 лет хранился при солдате. На обратной стороне Николай написал дополнительную записку в солдатском медальоне. Помимо той информации штатной, которую оставляли все солдаты о себе, он написал, что буду сражаться до последнего своего дыхания за родину, за Сталина Двоеглазов Николай. Николай Двоеглазов до призыва на фронт жил в селе Костыли Сосновского района. Родился в 1913 году. По данным поисковиков, на Южном Урале у него осталась дочь Двоеглазова Елена Николаевна. У солдата родились три внучки. Одну из них зовут Валентина Монахова. Женщина проживает в Челябинской области и приезжает в село Костыли. Именно ее ищут волонтеры, чтобы передать медальон и сообщить место захоронения дедушки. Поисковики просят всех, кто знает родственников Николая Двоеглазова, связаться с ними по телефону. В Кыштыми начали готовиться к празднованию Дня Победы. В центре города появятся светящиеся шестиметровые звезды. Клумба, где они расположатся, соединяет три основные дороги. Поэтому и звезды будет три. Так праздничный монумент увидят все жители города. Высота каждой звезды 5 метров 90 сантиметров. Изнутри она будет подсвечиваться. По контуру будет подсвечиваться красным цветом. И изнутри сама звезда, которая внутри расположена, это и общая композиция, с трех сторон тоже будет светиться. Оформление этого центрального участка меняется несколько раз в год. В зависимости от праздников идея установить огромные звезды к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принадлежит Молодежному совету города. Одобрили арт-объекты жители Кыштыма. Закончить установку планируют к 1 мая. А пробудут они на клумбе города до конца года. Банк добрых дел заработал в Челябинской области. Теперь каждый южноуралец может обратиться за помощью к неравнодушным в период пандемии. Как это сделать? Все подробности в материале Эльвиры Хатизовой. На одну маску, ну, где-то минут 15, наверное. За два часа Татьяна Окунь успевает шить 8 масок. Хватит для всей ее семьи. У женщины 6 детей. Однако эту партию средств защиты Татьяна делает не для себя, а для бездомных. Идею женщины поддержали еще несколько десятков мам по всему Южному Уралу. Татьяна руководит общественной организацией, которая помогает многодетным семьям. Именно для бездомных людей мы подарили приютам для бездомных 1575 масок мы уже подарили им. Остальные маски мы раздали по потребности также в организации и семье. Как и другие волонтеры, Татьяна Окунь свои добрые дела афишировать не любит. Просто бескорыстно помогает. Таких называют тихими героями. И их на Южном Урале сотни. Одни горячие обеды бесплатно развозят, другие бабушкам убираться помогают. Чтобы поддержать доброту, общественная палата Челябинской области запустила проект «Регион милосердия». Все добрые истории о добрых людях теперь можно найти на одном сайте. Цель нашего проекта, во-первых, поддержать этих людей, которые сегодня безвозмездно помогают людям, незнакомым людям. Поддержать этих людей, рассказать их историю, рассказать о том, чем они занимаются. Мы призываем сегодня жителей Челябинской области, чтобы они тоже подключились к нашей акции. Если они считают необходимым, выразить спасибо, сказать тем людям, которые мы сегодня уже помогли. Каждый южноуралец может зайти на сайт общественной палаты и, если требуется, обратиться к тем самым волонтерам за помощью. Общественники призывают, чтобы банк добрых дел пополнялся. Нужно выкладывать истории о неравнодушных в социальной сети с хэштегом «Регион милосердия». Эльвира Хафизова, Дмитрий Абрахин, Елизавета Болдырева, Павел Клементьев, ОТВ. Напомню, Медиахокинг ОТВ запустил флешмоб на сайте и в эфире под хэштегом «Я в домике». Просим делиться фото и видео, как вы проводите время дома, как соблюдаете карантин, чем занимаетесь и как перестроили жизнь. На этом у нас все. Оставайтесь на ОТВ. Как возвращаться домой? После возвращения домой сразу помойте руки горячей водой с мылом. До этого старайтесь ни к чему не прикасаться. Тщательно умойте лицо, а еще лучше примите душ. Это касается не только одежды и обуви, но и сумок. Здесь же лучше оставить ключи и кошелек. Сумки и покупки можно тщательно протереть бактерицидной салфеткой или обработать из поливеризатора раствором хлорки. Очки, телефон и планшет протрите салфеткой с дезинфицирующей жидкостью. Чаще стирайте одежду, в которой ходите вне дома. Температура стирки по возможности выше 60 градусов. Также можно обрабатывать одежду горячим паром. Вирус, который мы победим вместе. В это сложное для всех время мы, спортсмены команды «Уралочка», просим вас не опускать руки, поддерживать свою физическую форму по возможности, оставаясь дома. Наше здоровье и здоровье наших близких в наших руках. Поэтому берегите себя и оставайтесь дома. Товарищ генерал, похоже, немцы готовятся к нападению. Корнеев, ты что, не знаешь, что нас в Германии пока не нападают? Германии, говорит Москва, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Военная разведка. Первый удар. Смотрите с понедельника по четверг в 15.15 и 22.15 на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин На Южном Урале увеличился список компаний, которые перешли на неполный рабочий день, а до конца года работы могут лишиться около трех тысяч сотрудников предприятий. Профсоюзы региона считают, что массовое высвобождение людей это недопустимая мера, а сокращение персонала и объявление простоя не выход из положения. Именно поэтому они обратились к правительству региона и работодателям с предложениями решать проблемы другим путем. Что конкретно предлагают профсоюзы, как отреагировали власти и состоится ли праздник солидарности трудящихся? Эти и другие вопросы обсуждаем с председателем Федерации профсоюзов Челябинской области Олегом Якимовым. Здравствуйте, Олег Павлович. Здравствуйте. Ну вот сразу, как же все-таки появилось это обращение, тем более, что это обращение не только к властям региона, но и к работодателям? Да, это наше обращение профсоюзов, оно не только действительно к властям, работодателям, но это обращение еще и к профсоюзным организациям. То есть мы понимаем, что вот та ситуация, которая сложилась, ситуация карантинная, самоограничение, по-разному ее можно называть, с коронавирусом, это обстоятельства, которые возникли впервые подобного рода. И понимаем, что выход из них может быть только совместно сообща. Несмотря на то, что президент установил это не рабочие дни с сохранением заработной платы, то есть понимали, что пострадает экономика, ряд работодателей решили, что необходимо сэкономить и решить свои проблемы за счет человека труда. Конкретно какие предложения прозвучали? Одно из основных предложений, первое было в этом обращении, это то, что предприятиям, находящимся в федеральной собственности, где есть пакеты акций федеральной собственности, дивиденды оставить на развитие этих предприятий за 2019 и за 2020 год, за последующие, которые будут. В связи с тем, что эти предприятия сохраняют рабочие места, выплачивают заработную плату, чтобы все дивиденды, вся прибыль, которая поступала, остались у этих предприятий. Более того, обращение к работодателям, чтобы решать вопросы сообща, не сокращая работников, не увольняя работников, выплачивая работникам заработную плату. То есть мы столкнулись с тем, что ряд работодателей начали переводить работников в простой и оплачивать 2 трети тарифной ставки. Что незаконно, что противоречит и Трудовому кодексу, и указу президента, который говорит, что с сохранением заработной платы. Работники стали нам обращаться по этому вопросу. И мы оперативно, есть предприятия, которые издавали приказы перевода работников на 2 трети тарифа, мы через государственную инспекцию труда эти вопросы решали, и эти приказы отменялись. Причем на контрасте можно показать, что есть предприятия, которые выплачивают двойную заработную плату тем работникам, которые в этих условиях трудятся. Кто? Кто эти люди? По сравнению с теми, кто этот. Ну, для примера, я могу сказать, это тропрокатный завод, завод ЧТЗ, то есть есть ряд предприятий, которые работникам, трудящимся в этот период, выплачивают повышенную заработную плату. Тем работникам, которые не трудятся, не работают, в рамках этих же предприятий, они сохраняют заработную плату, а тем, кто работает, двойную заработную плату. Есть примеры положительные, в том числе, вот у нас автозавод Урал, в этот непростой период не только выполняет все социальные обязательства, но и индексирует заработную плату. У них индексация планировалась с 1 июля, они провели ее с 1 апреля. То есть прекрасно понимают, что рост заработной платы, рост покупательной способности, это вот один из выходов из ситуации. Я так понимаю, сейчас уже есть наверняка за кадром, так скажем, комментарии, что ну вот у кого-то есть возможности, а у кого-то нет возможностей, да? Кто сегодня в группе риска? В группе риска, конечно, оказались малый и средний бизнес, сфера услуг, розничные рынки. И те работники, которые работали в этой сфере, и у кого не были надлежащим образом оформлены трудовые отношения. То есть если мы говорим, что там, где есть профсоюзы, где есть профсоюзные организации, там есть определенная система контроля, за трудовым законодательством, за оформлением трудового законодательства, белые заработные платы, оформленные трудовые отношения, малый и средний бизнес, по большей части там это... Субтитры создавал DimaTorzok,